Ее фундамент заложен в принципе, власть должна быть дееспособной, модель управления территорией эффективной. Для создания условий дальнейших преобразований в округе, нам необходимо было на этом фундаменте выстроить основу. И у нас вместе с вами это получилось. Объять необъятное за полчаса губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин выступил с ежегодным докладом о своей деятельности. Глава региона Игорь Кошин выступил с ежегодным докладом о своей деятельности и деятельности администрации Ненецкого округа. Его содержание заранее не разглашалось, выступление главы субъекта длилось около получаса. За это время он смог объять необъятное, затронул практически все основные направления развития Ненецкого округа. Оглашение доклада состоялось во время внеочередной сессии окружного собрания депутатов. Главные тезисы в отчете Игоря Кошина – власть должна быть дееспособной и модель управления эффективной. Глава региона Игорь Кошин оглашает доклад перед законодателями, главами Наринмара, Заполярного района и руководителями различных ведомств. Прошлый год для НАО стал некой перезагрузкой. В управлении регионом удалось выявить все системные ошибки, после чего была сформирована новая команда. Уважаемые коллеги, в един день голосования в сентябре 2014 года мы все вместе здесь присутствующие получили высокие доверия избирателей и обязаны доверия оправдать. Повысить эффективность бюджетных расходов, сократить сроки принятия и исполнения решений, снизить административные барьеры, повысить оперативность и качество предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг. Чтобы решить эти задачи, работать придется много, добавил Игорь Кошин. Однако, многое уже сделано. Некоторые вопросы давались непросто, но власти сумели найти точки соприкосновения и выработать определенный алгоритм эффективных решений. В ее фундаменте заложен принцип. Власть должна быть дееспособной, модель управления территорией эффективной. Для создания условий дальнейших преобразований в округе нам необходимо было на этом фундаменте выстроить основу. И у нас вместе с вами это получилось. Прошлый год для региона вообще стал особенным. Подписан договор с Архангельской областью, все полномочия теперь снова у нас. Еще одно важное событие прошлого года – принятие окружного 95-го закона. Часть полномочий из органов местного самоуправления перешли на более высокий региональный уровень. Мы реорганизовали структуру органов исполнительной власти, отказавшись от громоздкой системы из более чем 21 органов власти в статусе юридического лица. И вместо этого на сегодняшний день у нас 12 органов власти исполнительных юрлиц. При этом администрации Ненецкого округа удалось практически невозможное повысить персональную ответственность руководителей этих 12 органов власти. Все внутренние преобразования происходили на фоне усиливающегося внимания государства к развитию арктических территорий. И мы старались быть центром событий, поскольку для нашего региона это чрезвычайно важно. Ненецкий автономный округ – это часть российской Арктики. И часть весьма значимая, учитывая его стратегические нагрузопасы для страны. Доступ ко всем ресурсам должна обеспечить развитая инфраструктура региона. А значит, первоочередная задача властей – раскрыть наш субъект. Работа уже идет. В 2014-м добыча углеводородов в регионе увеличилась почти на 6% и в прошлом году составила 13,5 миллионов тонн. Объем инвестиций составил более 84 миллиардов рублей. Это почти на 30% выше, чем в предыдущем году. Прошу обратить на эти цифры особое внимание. Это очень серьезные показатели. В абсолютных цифрах рост объема инвестиций в экономику округа составил в прошлом году, только вдумайтесь, 25 миллиардов 600 миллионов рублей. Безусловно, удержать такие темпы роста в новых экономических условиях чрезвычайно сложно, но как минимум мы обязаны их сохранить. Особое внимание в этом году, по мнению губернатора, стоит уделить исполнению майских указов президента. В целом, уже говоря о 2014-м регионе, в этом направлении удалось достигнуть запланированных показателей. От наших грамотных действий, уважаемые коллеги, зависит повышение качества жизни населения. По сути, это основной индикатор, определяющий дееспособность власти. Качество жизни человека напрямую зависит от его здоровья, от тех условий, в которых он проживает, от состояния тех дорог, по которым он передвигается и так далее. До получения паспорта качества нашему региону, положа руку на сердце, еще далековато. Но мы стремительно набираем обороты. Укомплектованность больниц врачами достигла 90%. Средним медперсоналом почти 94%. Но данную работу необходимо продолжать. ЖКХ – еще одно важное для НАУ направление. В прошлом году в эксплуатацию введено порядка 500 квартир. Но этого недостаточно. Игорь Кошин считает, строить нужно больше. Но, чтобы решить жилищную проблему в более сжатые сроки, нужно ставить перед собой более амбициозные задачи, увеличив эту цифру как минимум вдвое. Решение этой задачи невозможно без изменения самих подходов к строительному процессу. Суммы ежегодного неосвоения бюджетных средств на строительство социально значимых объектов и жилых домов измеряются, к сожалению, сотнями миллионов рублей. Долгостроенные территории округа стали привычным явлением, нормой. Передача полномочий из органов МСУ в Ненецкий округ как решение проблемы. По мнению главы региона, строить жилье и социальные объекты необходимо по прозрачной схеме. Быстро и качественно. Дороги в том числе. Не надо никому объяснять, что дорожная проблема – одна из самых актуальных в нашем регионе. По сути, нам удалось сдвинуть решение этой проблемы с мертвой точки и получить поддержку правительства еще в прошлом году. Но на бумаге результат мы увидели 5 марта. Речь идет о выделении федеральных финансовых средств при условии софинансирования закруженного бюджета на дорожное строительство. И понятно, что в первую очередь речь идет о дороге на Рима-Бесинску. В своем докладе Игорь Кошин затронул и вертолетные площадки, что в населенных пунктах региона. Их в скором времени снова вернут в собственность округа, а значит появятся реальные перспективы. Не дадут в обиду власти, субъекта и морской торговый порт. По словам главы субъекта, его планируют передать в собственность округа в этом году. После чего в реконструкцию порта намерены вложить порядка 500 миллионов рублей. Для приведения его в соответствии с нормативными требованиями. Затем газификация села-деревень. Администрация Ненецкого округа и компания «Газпром» имеют общее соглашение, согласно которому постепенно к газу будут подключаться населенные пункты региона. Не все, конечно, но это тоже реально. Так же, как и вывести из трудного финансового положения окружные предприятия. Наринмар, Дорием, Строй не исключение. Всего переходящего убытка из-за безграмотных, это, мягко говоря, действий бережного руководства по изначально провальному для предприятия объекту строительства автомобильной дороги Наринмар-Телевская. И у меня принцип вкладывается в такое чувство, что по всем контрактам, которые, значит, это предприятие у нас выигрывало, в том числе и по кружным, и по городским, да, на Старе Анна Васильевна, значит, практически по всем идет и невыполнение, и все контракты у нас почему-то оказываются убыточны для данного предприятия. По прошлому году, если я не ошибаюсь, прямой убыток составил свыше 100 миллионов рублей. Доклад губернатора длился всего около получаса, а работы теперь на долгие годы вперед. Игорь Кошин рассказал и о планах на будущее. Их действительно много. В своем выступлении губернатор охватил все сферы жизни, и практически каждый, сидящий в зале, услышал для себя определенные задачи. Алина Волучейская, Олег Хатанзейский, Сергей Качиков, Телеканал Север. Главы муниципальных образований съехались на семинары, об этом во второй части выпуска. Многосторонний диалог. В Заполярной столице собрались главы поселения. Главный вопрос в повестке трехдневной программы развития производства на селе. ФОК в селе Оксино будет достроен. Ненецкий округ получил федеральные средства на возведение спортивного комплекса. 19 глав муниципальных образований Ненецкого округа собрались в эти дни в культурно-деловом центре Арктика. На повестке самые актуальные вопросы об итогах первого дня взаимодействия органов власти и муниципалитетов расскажет Любовь Пермякова. Встреча глав началась со вступительного слова Виктора Ирина, который отметил, что главная цель семинара – совершенствовать взаимодействие муниципальных образований и органов власти. Первый день работы съезда был плодотворный. Много вопросов удалось рассмотреть. Один из самых обсуждаемых – о новых правилах рыболовства. Запрещен вылов анодромных видов рыб за пределами рыбопромысловых участков. Появился новый термин, такой как беспалубные рыбопромысловые суда. Это наши лодки, на которых ездят рыбаки. Для промышленного рыболовства ввели запрет с 15 июля по 15 октября вылов вне рыбопромысловых участков. Также глав познакомили с деятельностью департаментов образования, культуры и спорта, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Говорили и об 95 окружном законе, который перераспределяет полномочия между муниципальными образованиями и органами власти. Адмистративная реформа в какой-либо части изменения 131 федерального закона, она проходит постоянно. Это достаточно живой закон, который приближен к жизни. У них осталось достаточное количество полномочий. 21 полномочия и 14 вопросов местного назначения. Это очень много, если их исполнять грамотно и правильно. Поэтому такой паники, скажем так, у глав, что «ой, все совсем плохо, совсем плохо», такого нет. Это абсолютно рабочие моменты. Всего обсудили около 14 вопросов. Более 20 предстоит рассмотреть следующие два дня. Главы муниципальных образований будут не только слушать, но и вносить свои предложения и коррективы. А 26 марта состоится высший совет с участием губернатора Ненецко-автономного округа Игоря Кошина. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Ненецкий округ на развитие физической культуры и спорта из федерального бюджета получит 20 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Как нам пояснил председатель комитета по физкультуре и спорту Департамента образования культуры и спорта Ненецкого округа Игорь Шевелев, деньги наш регион потратит на строительство фока в селе Оксино, который начали возводить еще в прошлом году. Спортивное сооружение построят на условиях софинансирования. Часть средств на эти цели заложены и в окружной казне, и в казне Заполярного района. Что касается других субъектов, то федеральные субсидии получат еще 57 регионов. Между ними распределены чуть более 7 миллиардов рублей. Всего на эти деньги в России должны построить 101 спортивный объект. Один из них в Ненецком округе Фок-Воксино должны ввести в эксплуатацию до конца года. Правительство одобрило введение дополнительных выплат к страховым пенсиям жителям Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Документ определяет порядок предоставления повышенных выплат в размере районного коэффициента для тех пенсионеров, которые переехали на постоянное или временное проживание в эти районы. Люди высокого возраста, постоянно проживающие в нашем регионе и имеющие регистрацию по месту жительства, эту надбавку получают уже давно. Новое постановление определило порядок для вновь прибывших пенсионеров, причем не только граждан России, но и других государств. Также в документе прописан порядок предоставления дополнительной выплаты пенсионерам старше 80 лет, инвалидам первой группы или имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи. У нас установлен федеральными законами районный коэффициент 1,5 в Минницком округе и на островах Северного Ледовитого океана, это у нас Вайгач и Колгуев, там коэффициент 2 к базовому размеру пенсии. Базовый размер пенсии в нашем регионе составляет 6 575 рублей. Из этой суммы размер фиксированной доплаты составляет более 2 тысяч. Чтобы приехавшие пенсионеры смогли получить дополнительные выплаты, им необходимо оформить постоянную или временную регистрацию на территории региона, а после этого написать специальное заявление в отделении Пенсфонда. 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом. Это заболевание до сих пор остается одним из самых распространенных в мире. Ежегодно палочка Коха, возбудитель туберкулеза, уносит в жизни около 3 миллионов людей. По словам специалистов медицины, лучшая профилактика болезни – распространение информации о туберкулезе в глобальном масштабе и регулярный медосмотр. Об этом работники окружного противотуберкулезного диспансера говорили на встрече со студентами социально-гуманитарного колледжа. Место для лекций выбрано не случайно. Многие из учащихся проживают в общежитии, одном из потенциально опасных мест заражения. Так как они относятся у нас ко взрослому населению, естественно, значит, не уклоняться, проходить флюорографическое обследование. Это обязательно студентам хотя бы раз в два года. У нас организовано хорошо оргметод работы, санпросвет работает. А мы в этом году, на этот день, 24 марта, у нас запланированы выходы не только в педколледж, но и практически во все школы города. По словам врачей окружного диспансера, в прошлом году выявили 29 новых случаев заболевания, в том числе 3 у детей. Общее число больных с активной формой туберкулеза 85. По статистике диспансера, только 50% заболевших полностью избавляются от опасной легочной инфекции. Как правило, положительный исход лечения зависит от сроков получения диагноза. В преддверии юбилея Великой Победы мы продолжаем рассказывать о земляках, которые воевали, работали в тылу и росли в это непростое время. Через несколько секунд история Нины Алсуфьевой. Один день войны. Свидетели военных лет делятся воспоминаниями о самых значительных событиях Великой Отечественной. 1417 дней и 1418 ночей длилась Великая Отечественная война. И это не только боевые действия на фронте. Гражданская жизнь тем временем продолжалась. Люди влюблялись, расставались, заводили семьи. В рамках проекта, приуроченного к юбилею Великой Победы, наш телеканал продолжает рассказывать о земляках, которые спасали родину на полях сражений, о тех, кто принял на себя основной удар немецко-фашистских полчищ, о тех, кто своим трудом ковал ключи от Великой Победы в тылу. Когда началась Великая Отечественная, Нина Васильевна была ребёнком. В детский сад она не ходила и всё время проводила в военном госпитале, где работала её мама. Палаты с койками, раненые мужчины в бинтах, запах спирта и камфоры. Об этом она знала с рассказов мамы, поскольку в то время ей было около двух лет. Однако одно воспоминание у неё всё же осталось. В конце войны уже пятилетним ребёнком она полюбилась одному раненому бойцу. Может быть, я ему напоминала дочь, может, жену по имени напоминала. И он всегда меня приглашал к себе на кровать, приберегал для меня кусочек маленьких сахарков. И всегда мне пел песенку. Ах ты, Ниночка, моя блондиночка, хорошая девочка, ты вспомни обо мне. Моя любимая, незаменимая подруга юности, подруга по войне. Но я вот как сейчас помню, такую большую комнату и два ряда кровати, все лежат военные, много, очень в таком, малоподвижные были. То ли ласковое слово, то ли дефицитное тогда угощение заставили ребёнка войны на всю жизнь запомнить слова из песни. Каждый раз, вспоминая о войне, Нина Васильевна благодарит этого благородного человека. В этом году Нина Васильевна юбиляр. Ей исполняется 75 лет. Множество событий за долгих семь десятков лет не смогли и сравниться с той душевной песней о девочке Нине. Виталий Мартынов, Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Сшить костюмы из ткани 19 века вручную. Сегодня такую роскошь трудно даже себе представить. Но только не жительницам Наринмара для них мастер-класс папашевого вологодского наряда провела мастерица из Санкт-Петербурга. Мастер-эксперт по народному костюму шьет одежду по точным выкройкам музейных экспонатов. За стежками мастерист наблюдала Валентина Чибичек. Традиционный народный костюм вологодской губернии отвечает трем необходимым условиям. Натуральная ткань, традиционный силуэт и ручной пошив. Марина Шатковская знает толк в непростом ремесле. Уже не один десяток лет она сохраняет культурное достояние народов России. Например, этот женский головной убор, утюжок, был воссоздан по экспонату Краеведческого заповедника Великого Устюга. Мастер считает, то небольшое количество одежды, оставленное нам предками и сохраненное в музеях, отличный материал для размышления. Я не ставлю цели, чтобы мы сегодня одевали сарафаны или одевали, скажем, вот такие традиционные рубахи. Моя, скорее всего, цель, чтобы мы всё-таки прониклись к одежде, потому что знание традиционного народного костюма позволяет рождать в себе начало другого отношения к костюму. Жители прошлых веков рассматривали одежду не только как средство для прикрывания тела. Это был оберег, бальзам и защита. Для этого на одежде вышивали орнамент, непременно растительный. Растительной была и одежда, вернее ткань. Марина Шатковская на своих уроках и мастер-классах использует только её. В поисках домотканного полотна ездит по России. Одна из последних экскурсий в Тульскую область. Добытое конопляное и льняное волокно требует особого подхода в обработке. Более тёплые, более приятные, подателые. И в то же время разные фактории. Смотрим, да? Здесь сразу смотрим, нам подсказывают, какие нитки лучше брать, какие швы лучше использовать, как лучше обработать края, как лучше соединить. Как это делали наши предки. Опыт предков и эксперта по народному костюму будет полезным для наринмарских мастериц. Они смогут его использовать при пошиве костюмов народностей округа. Возможно, может возникнуть такой вопрос. Почему мы сегодня шьём сарафан Вологодской губернии? Я вам отвечу. Узнавая культуру других национальностей, мы будем лучше узнавать свою культуру и будем беречь, любить и проникаться. В этом году Центр народного декоративно-прикладного творчества посетят ещё два мастера. Они научат наринмарских рукодельниц делать куклы из папер-клея и обучат технике валяния из шерсти.